Радуется, несмотря ни на что, за плечами у этих детей годы реабилитации и лечения. Многим приходилось просто привыкать жить, когда тебе больно, разговаривать и двигаться. В России сегодня больше 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них этот день еще один повод напомнить обществу о своем недуге и доказать всем, что их возможности безграничны. Этот концерт необычен не своими оригинальными выступлениями, а особенными зрителями, среди которых и Али Беков. Для него передвигаться с помощью коляски уже подвиг. Мальчик долгое время не мог даже встать с постели. Сегодня вместе со своим любимым преподавателем и другом он пришел зарядиться хорошим настроением. Успехи, конечно, есть. Обучаю себя нормально, участвую на конкурсах, на олимпиадах. Мы в добрых отношениях, то есть мы любим с ним общаться на разные темы, даже политические. А какие мероприятия, как вы думаете, как вы развлекаете детей? Они не то что развлекают, они очень положительно влияют на наших детишек, потому что им прежде всего необходимо общение, положительное общение. Воспитанники Республиканского центра дистанционного обучения традиционно в этот день подготовили для своих друзей праздничные номера и музыкальные выступления. На сцене любимцы публики исполняют знаменитую французскую песню. Не зря говорят, у детей с ограниченными возможностями здоровья большое сердце, полное надежд и желания. Залейха Богатырева страдает заболеванием опорно-двигательной системы. Каждый шаг для девочки – настоящее испытание. Из-за частых походов к врачам и лечении пойти в первый класс РЦДО смогла только в этом году. Мне здесь очень понравилось. Здесь мои друзья, знакомые, шарики. А что тебе больше всего понравилось за сцену? Мне больше всего понравилось встречаться с персонажами и танцевать. В Республиканском центре дистанционного обучения учатся больше двухсот детей с первого по одиннадцатой класса. В прошлом году центр выпустил 15 воспитанников. Многие из них с хорошими баллами сдали единый государственный экзамен. Дети поступили, каждый год поступают в высшие заведения, вузы, колледжи. И даже выезд за пределы Ингушетии их не смущает, что мне очень приятно. Настолько они самостоятельные, выезжают за пределы и поступают, и спокойно обучаются. В центре дистанционного обучения каждый ребенок обучается по индивидуальной программе. Это значит, что для каждого ребенка, в зависимости от диагноза ребенка, то есть от его проблем со здоровьем, мы подбираем индивидуальный метод обучения. Для каждого ребенка в начальной школе у нас есть преподаватель, который преподает только этому ребенку. Ежегодно День инвалидов во всю мире отмечают 3 декабря. Наверное, слово «праздник» для этого дня не самое подходящее название. Для сильных, устремленных людей этот день – возможность собраться вместе и хотя бы немного забыть о своей боли, поддержать ребят и пожелать им самого главного – здоровья. Пришли сегодня руководители министерств и ведомств. Приятно удивлен. Я работал с ними. Мы записывали песни, записывали фонограммы, аранжировочки делали. Ну и работали с этим. И работаем, продолжаем. Сейчас я, будучи директором художественного руководителя культурно-технического центра, я с ними близко соприкасался, я понял, насколько это удивительно, талантливые детки наши. Но мы, как инвуши, все равно нам не безразлична, конечно, судьба. Вот этих детей, естественно, мы максимально уделяем внимание и будем уделять. Ну а праздник ребят продолжится до вечера. Впереди еще много сюрпризов, выступления артистов и море пожеланий быть здоровыми и никогда не падать духом. Рина Цычоева, Жамалил Тамасханов, Новости 24.